Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так что я думаю, что сегодня надо компенсировать, короче говоря, вот это И показать хотя бы почти законченную работу Вот я сейчас буду наносить уже финальные штрихи Ну как финальные, осталось еще много работы Hey folks, yesterday the internet was really bullshit And I got the pixelated video So today I fixed it And you will got compensative video Yes, let's name it so So this is almost finished piece Of my yesterday's stream work And today I will put on finished strokes And fine details on my work Так, в общем В отличие от Вчерашнего процесса Я Решил использовать Мягкие карандаши Потому что они позволяют сделать Более Жирные тени Более Жирные штрихи Вот Ну и вообще я люблю добавлять вот такие детали И тонировать уже Жирными карандашами Today I work with Soft Pencils Which allow me to Put on more Bold strokes And The darker Tones I prefer it to My fine details And Final shading Как видите Я Сейчас работаю больше С тенями As you can see I work with With the darks To draw silhouettes Boldly В общем Мои Вот эти тени Они позволяют сейчас Лучше Выразить Вот эти силуэты Светлые силуэты На темном А да В общем Я сейчас Стараюсь Посматривать Иногда На экран Вот и Следить За Комментариями Да Всем привет Кто присоединился И В общем Можете задавать Вопросы Если у вас какие-то Будут То Так Привет Всем привет Кто В Мои Ливе Стрим И Как Всегда Вы Кан См А Кам 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 В Май Процесс I try to watch on the screen of my phone, and I will try to answer to everyone, or almost everyone, who asks me something. Yeah, in general, there is a question, how long you draw and you are in art? Yes, I was in college for 4 years, in the field of advertising. In general, it was an experimental course, so that we were prepared as marketers and artists, it was very strange. So, you can say that, in general, I have a art that I have art in the field. I was, probably, from school, but so seriously just when I started working. It was from 2008. А серьезно рисую для себя я, наверное, года два-три. Ань, можно тебя попросить? Нормально там качество сейчас? Посмотри. А, все отлично. Вопрос, где ты живешь? Я из Москвы. А, сколько тебе лет? Мне 29. Отлично, из Питера. Я люблю Питер. Научи рисовать. Ну, в принципе, для этого, наверное, я и начал вот эти стримы. Вообще, на самом деле, я считаю, что научить рисовать на расстоянии практически невозможно. Я всегда был сторонником такого подхода, когда ты работаешь напрямую с преподавателем, который исправляет тебе твои ошибки прямо вот вживую. Мне кажется, это лучше всего. Ну, потому что все эти курсы, ну, не знаю, честно говоря, я как-то не очень им верю. Мне кажется, руку надо ставить вживую, конечно. Спасибо. 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 Я что-то внезапно решил сделать здесь очень темный фон, для того, чтобы лучше показать силуэты этих существ. И сейчас, как видите, я заштриховываю мягким карандашом пространство рядом с фигурами. Да, да, конечно, я вот буду объяснять, что я делаю. В принципе, да, я действительно сейчас этим занимаюсь. Так что, как вы видите, я делаю мягким карандашом пространстве. Я делаю мягким карандашом пространства, чтобы выяснить, чтобы выяснить, что я делаю, что я делаю, что я делаю. So, I take it reversal way. This way. And put the strokes at more big areas. ну как сколько языков я знаю я плохо не говорю на английском мне сейчас это приходится делать потому что у меня половина подписчиков она это иностранная аудитория и географически я даже не знаю сложно сказать очень много индусов много из турции ребят поляков ну то есть в принципе люди которые которым удобнее будет со мной общаться на английском языке вот но вот как видишь я короче пытаясь сейчас на двух языках ввести вот эту трансляцию просто чтобы охватить больше людей чтобы больше людей понимали что я сейчас делаю что еще и говорю ну да не знаю наверно hello ukraine привет украина я обожаю этот инструмент я не знаю как правильно назвать его на английском к сожалению в общем по русски это называется растушевка по-английски ну в фотошопе по крайней мере это называется smart tool инструмент палец я не знаю так блендер окей давай называем блендер блендер because I love blend my truck to do more soft view oh it's rather popular tool for today I just love the effect which it allow me to do cool, you can draw? thank you, thank you very much в общем я сейчас объясню что я делаю вначале я наношу штрихи мягким карандашом может быть даже не очень аккуратно но просто чтобы нанести как бы графитовую пыль на лист после этого я растушевываю вот этой вот этой штукой и получаю очень красивое такое такую красивую мраморную поверхность неоднородную будешь раскрашивать нет дело в том что да я в принципе наверное больше график чем живописец но да цвет с цветом я тоже работаю вот недавно кстати я делал серию работ в традишке сейчас покажу ну да кстати вот этот цветной карандаш вот это я делал пастелью то есть да с цветом я работаю но эти работы ты можешь увидеть как раз таки в моем инстаграме совсем недавние вот так вот я больше график и мне больше нравится все-таки работать в чб so i will explain what i'm doing now and i put on the board strokes on a paper and after these i take the blender and blend it so I can have soft soft graffite feeling and more soft background это Warhammer нет нет ребята это не Warhammer это просто короче кричи которые я задизайнил придумал вчера я не знаю они мне в принципе напоминают ребят я не знаю может быть вы подскажете потому что я что-то не помню сейчас уже как их звали персонажи из Dragon Age я не знаю не могу вспомнить но нет я стараюсь сделать короче говоря что-то свое мне просто вообще нравится придумывать всяких крич мне очень нравится работать с персонажкой а те механические люди которых ты рисовал прости ты можешь пояснить про что-то про что-то напоминают а ты ранее показывал работы пару минут назад да да я понял ну на самом деле мне уже пару человек сказали что вот этот боевой сквад который был сделан в пастели похож на Warhammer ну на самом деле вероятно это происходит из-за того что я выбрал такую стилистику мягких форм и сделал вот эту форму полевого зеленого цвета поэтому наверное они похожи на имперскую гвардию из Warhammer но вот у меня не было не было такой задачи или как-то вписаться вот в этот стиль я на самом деле когда описывал что я делал процесс дизайна конкретно я говорил что для того чтобы создать вот эту униформу я смешал современный российский ну я не знаю как современное российское обмундирование военное и тенденции обмундирования Первой мировой нет комикса я не рисую я работаю как иллюстратор я сотрудничал с несколькими с несколькими писателями и в общем я в основном делаю короче говоря как сказать ну рекламную коммерческую иллюстрацию я работаю в студии дизайна и очень часто мы рисуем руками для всевозможных календарей для рекламных модулей и всего вот того прочего в принципе это круто потому что на современном рынке рекламы иллюстрации занимаются ну по крайней мере в России не так много агентств и я реально горжусь тем что мы можем вот такое предложить да ребята если у вас есть какие-то вопросы по я не знаю по процессу по каким-то мелочам в создании арта вы можете это спрашивать сейчас я слежу за за комментами ты меня вдохновляешь да спасибо спасибо я очень тронут мне это очень нравится спасибо 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 You can ask me for anything about the drawing process and some tips. I'll try to explain to you more than I do now. I'll try to explain to you more than I do now. I'll try to explain to you more than I do now. I'll try to explain to you more than I do now. I'll try to explain to you more than I do now. I'll try to explain to you more than I do now. I'll try to explain to you more than I do now. I'll try to explain to you more than I do now. I'll try to explain to you more than I do now. I'll try to explain to you more than I do now. What's your name? I'll try to explain to you more than I do now. I'll try to explain to you more than I do now. I'll try to explain to you more than I do now. I'll try to explain to you more than I do now. I'll try to explain to you more than I do now. I'll try to explain to you more than I do now. I'll try to explain to you more than I do now. I'll try to explain to you more than I do now. I'll try to explain to you more than I do now. Unfortunately, each work I spend for each work perhaps one day or two days. Sometimes three days. But I prefer advanced, finished and multi-detailed works in my sketchbook. I don't know, I just like it. And so sometimes I work really slow, but nothing to do. I have work, official work. And sometimes it was my time a lot. So there was a time when I just haven't strength for my personal work. Sad but true. Linear. Рисуешь? Да. Ну, не часто. Я предпочитаю все-таки карандаш и традиционную графику карандашом. Есть такая штука, которая называется Inktober. Когда ты в течение месяца рисуешь обязательно чернилами, то есть это ручка, линеры, маркеры и все прочее. Тушь, да. Вот. И вот тогда в течение октября я создал 30 работ. Вот как раз таки, да. Там каждый день рисуешь. Сейчас покажу. Ну вот, короче. То есть это ручка, маркеры и белые чернила для выделения бликов. То есть вот это линеры, ручка и серые маркеры разных оттенков. Я до сих пор обожаю эту серию. Я считаю, что это, наверное, одна из лучших работ, которые я делал в этом году. А? В том году. А? В том году. А, сорян. Да, в том году. Что лучше, линер или карандаш? Не, ну это, короче говоря, очень такой, очень субъективный вопрос. Все зависит от задач, которые ты перед собой ставишь. Карандаш и линер дают очень разные эффекты. И надо просто выбирать, исходя из задач, которые ты перед собой ставишь. То есть я просто люблю очень, очень мягкий вид работ. Очень мягкий такой, да. То есть вот он как бы немножко в дымке. Мне очень нравятся вот эти полутона. Поэтому я предпочитаю карандаш. Вот. Но если надо сделать что-то жесткое, что-то более такое, как бы графичное, более черно-белое, я, конечно, выберу линер и маркер. И у меня есть несколько работ, которые я делал как раз таки линерами и маркерами. Да, да, здравствуйте, все, кто при... все, кто подключился. Всем привет, еще раз. Hi everyone who just joined my livestream. So, there was the question, what's better, liner or a pencil? So, it's simply a subjective question. I prefer a pencil, of course, because I like this soft look of my drawing. But if I want to do some more black and white, more graphic, so I will choose a liner or a marker. But not today. Так. Нет, нет. Я люблю детализировать. Но это лишь промежуточный этап работы. Да и вообще, честно говоря, детализация в скетче – это, ну, такой сложный вопрос. Не всегда это хорошо. Потому что чем больше ты делаешь деталей, тем более, ну, как сказать, вымученная получается работа. Она уже становится не скетчом, а, короче говоря, чем-то иногда излишним даже. Нет, нет, я не буду удалять, я не буду удалять этот стрим. Я, во-первых, его, я нажму поделиться, то есть он останется еще на протяжении 24 часов. И я скачаю его к себе и засуну его на YouTube. Так что, так что можно будет посмотреть это еще и впоследствии. И к вопросу о детализации. Вот сейчас я как раз таки делаю, ну, наношу некоторые детали на рисунок. Вот эти ламиллярные пластины я все-таки решил прорисовать, потому что мне нравится ламиллярный доспех. Я решил показать его здесь во всей красе. Да, я кину свой канал. Проблема Инстаграма, к сожалению, в том, что невозможно вставлять активные ссылки. Ну, кроме как для тех, у кого 10 тысяч подписчиков и больше, там можно поставить в сторис активную ссылку, то есть можно свайкнуть вверх и попасть на сайт или еще куда-либо. Как называется канал? Я потом напишу, возможно даже сделаю отдельный пост, чтобы вы могли меня найти. Но там, в принципе, сейчас не особо много. У меня на YouTube-канале несколько моих видео работ, несколько анонсов, видео анонсов моих там проектов. Но сейчас я потихоньку буду заполнять его стримами. Да, ребят, спасибо за комментарии. Я очень ценю, что вам нравится моя работа. Спасибо, ребят. Да, еще по поводу детализации. Я не детализирую некоторые участки работы, потому что если ты детализируешь все, у тебя рассеивается внимание, точнее рассеивается внимание у зрителя, и нет какой-то определенной фокальной точки, которая фокусирует на себе внимание, я буду детализировать вот этого персонажа. Все остальные у меня будут как бы в дымке для того, чтобы не отвлекать внимание от него. Итак, вопрос о детализации работы. Это довольно простой вопрос для меня. Я поставлю детали для основного персонажа только. Потому что если вы берете fine детали для всей работы, то у вас нет внимания, нет внимания внимания, нет внимания внимания внимания. В этом работе я сделаю детализации. Это все остальное, потому что у вас есть思考. Потому что он делает для этого персонажа. Потому что он хочет быть главным по этому парню. Эти кэрики будут не так много детализации. To attract your attention to this man, to only this man. Сколько рисуешь? Сколько лет ты рисуешь? Да, я еще раз повторюсь, что серьезно я рисую с тех пор, как я пошел на работу, это с 2008 года. Субтитры сделал DimaTorzok Чем еще, кроме графики, пишешь? Ну, на самом деле, я, во-первых, очень люблю digital art, то есть я рисую на планшете, в цифре. Очень люблю сканировать свои карандашные рисунки и превращать их в цифровой арт. Из традишки, ну, из традишки мне понравилась пастель, ну, вообще, то есть сухие материалы, то есть это уголь, сангина, сепия, но это было еще в студенческие годы, сейчас я предпочитаю карандаш. И акрил, да, я очень люблю акрил, ну, здесь опыт, скорее, не создание иллюстраций, а какое-то некоторое время назад я расписывал историческую миниатюру и миниатюру Warhammer. Знаешь, что такое Кентаро Миура? Нет, поделись, если хочешь, отправь личное сообщение. Я очень люблю узнавать про новых художников, если это художник. Ну, потому что, на самом деле, художников просто тьма. И когда, ну, даже я кого-то спрашиваю, а знаешь ли ты вот кто-то, ну, кого-то вот этого, да, кого-то того-то, ну, очень много людей знают своих любимых художников и не знают, ну, там, любимых художников, там, другого человека. Потому что на самом деле сейчас просто тьма, просто тьма реально крутых художников, о которых никто не знает. Вот это, кстати говоря, очень полезная штука, такой держатель для карандашей. Очень здорово помогает, когда от карандаша уже остался просто какой-то огрызок, вот, и ему уже неудобно рисовать, его уже неудобно держать. Ну, и, конечно же, вот для таких случаев, когда вот у меня сейчас маневренность снизилась из-за того, что у меня здесь стоит штатив, я как бы удлиняю карандаш и могу рисовать вот так вот, не отрывая руку от нижнего края листа, чтобы не заляпать изображение. Да, мне уже говорили, что хотят видеоуроки, но вот я уже сказал, что я буду пытаться сохранять стримы, вот, и закачивать их на YouTube канал. Ну, так, у меня есть много followers, которые спросили мне о моих видео уроков, да, я подумал, что у меня есть, но, как я уже говорил, earlier, I will try to save my live streams, and try to upload it to my YouTube channel, So, later, I will make the post about my YouTube channel, give you the link on it, So, you can visit it, and watch some videos, but, actually, there is no, not too much video now. There is some video reviews for artbooks, and some announcement of my works, and a little bit of my video works, such as matte painting projects. Так, я еще раз повторюсь, что сегодня я использую в основном мягкие карандаши для того, чтобы сделать более мягкие тени. Плюс еще я люблю растушевывать, потому что это вот прям вот сегодня то, что надо. Да, кстати, я думаю, что я буду делать отдельный стрим по поводу того, какие карандаши следует использовать. во всей работе, в каких ситуациях использовать твердые, какие мягкие, в каких мягкие, я думаю, что это будет тоже очень полезно, потому что, ну, мне часто приходят вопросы от подписчиков по поводу того, какие карандаши ты используешь, в какой технике ты работаешь, и какие карандаши вообще стоит выбирать. Да, вот ребята меня здесь поддерживают, что действительно это будет полезная инфа. Окей. Вообще не вопрос, как бы. Вообще не вопрос. У меня было много вопросов, которые я использую в работе. Так что я решил сделать отдельный стрим по поводу того, чтобы использовать пенцель. Так что я решил сделать отдельный стрим по поводу моего пенцеля и моего метода работы. work when you need to use soft pencils when you need to use hard pencils so wait for it coming soon um and the question again about how many years I I've been drawing all the repeat drawing for for 10 years for 10 years yeah but really serious I draw is for the last two years also I work in the design studio where I do hand drawings for our commercial clients and I so proud of it cause not too much studios in Moscow who can do this who can make hand drawing in advertising so 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 that so so that so so that so внимание не разбегалось в то время как вы смотрите на рисунок и вот этот световой баланс он конечно очень часто забывается художниками но я стараюсь всегда конечно об этом помнить потому что потому что свет это конечно очень важный инструмент для художника он позволяет выделять главное при этом скрывая некие второстепенные детали так как это определить в принципе все очень просто у тебя есть главный персонаж есть такое понятие как точечный источник света то есть это используется и в 3d графике и в традиционном рисунке и вообще где угодно когда ты направляешь источник света конкретно вот на этого персонажа делаешь его более контрастным у него более жирные тени он более детализированный то есть все зависит от того что ты хочешь выделить своем рисунке да вот оменьшим уровень а вот это в порядке еще один вид стериал поисказма чтобы он необработать хотя он более важный момент он не оботвается в диагностике и что он посмотреть с этим the main character so the main character must be well light and more detailed as then then other characters in your work for example here it's the main character he's a very contrastive here is a more strong light as you can see more bold shadows and he's more detailed than other characters so as you can see the other characters are darker and there's not so strong contrast although they are not so detailed and all these methods allows me to pay attention to my main character on this book do you speak Russian guy? да 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 я говорю на русском я русский просто у меня очень много иностранных подписчиков и мне приходится дублировать все свои слова мне приходится дублировать все свои слова в стриме и ну в основном конечно же свой инстаграм я веду на английском языке потому что у меня очень много ребят из Индии из Турции из Польши там Чехии вот да 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 это реально очень забавно потому что иногда бывает что бывает бывает ситуация когда мне пишут русские ребята на английском языке а по нику непонятно что это тоже русские ребята И иногда очень странно мы пытаемся разговаривать на английском, а потом «А-а, ты русский!» Да, это очень забавно. Это примерно как некоторые рассказывают, когда они пытаются в Турции разговаривать на английском, а потом на чистом русском отвечают на их вопросы. «Это рисунок для себя или работа?» Ну, вообще, это вот моя личная работа. Это рисунок для себя. Но, как я и говорил, когда я работаю в нашей студии дизайном, мне очень часто приходится делать ручной рисунок, рисунок карандашом, либо digital. Потому что, в принципе, это интересно. Все в основном делают фотоколлажирование, а мы можем предложить клиенту еще и, скажем так, дизайн ручной выделки. Сейчас вот как раз-таки затеняю второстепенные детали, набираю тон, как раз-таки для того, чтобы они не мешали восприятию главного персонажа. Но при этом, после этого, я думаю, буду добавлять уже некоторые детали вот в эти затененные части, чтобы не получилось так, что все пропало в темноте. Теперь я делаю некоторые детали более яркие. Потому что это помогает мне, чтобы я отвечаю на мой главный персонаж. Но после этого я добавлю некоторые хорошие детали в эти твердые районы. because now some details disappeared yeah sharpened my pencil yeah hi Sikar hi bro um repeat again after this stream I save it for 24 hours and also download this on my phone and will upload to my YouTube channel ... так, интересно, сколько у меня здесь уже сколько я уже рисую на этом прямом эфире а не помнишь все на самом деле хотел сделать прямой эфир где-то минут на 40-50 но по ходу дела я уже рисую больше часа надо короче говоря пожалеть трафик наверное пожалеть трафик ребят который будет потом смотреть да долго ладно ладно наверное все таки стоит уже закругляться тем более что мне кажется я уже добавил порядком так